Так вот так сейчас получилось на сайте фонда рабочей академии висит договор вот тот который я давал так вот он висит старый старый в каком смысле что он кончился в семнадцатом году вот у вас на обложке написан там 14 год это значит по закону коллективный договор заключается не более чем на три года и может быть продлен но некоторые думают что он будет сам собой автоматом продлен нет вот если они не приготовились к этому а как надо приготовиться к этому продлению нужно приготовить проект коллективного договора года до полтора до окончания этого срока трехлетнего то есть пол срока прошло вы должны тот же федотов например константин васильевич начальник консалтинга правового отдела как только заключат договор начинать готовить следующий какой должен быть следующий ну с более высокими требования правильно почему а потому что в ходе этой забасовочной борьбы переговоров обсуждений все равно вам придется на каком-то этапе в том числе в примирительной комиссии где-то на искать какие-то компромиссы и поэтому он ухудшится поэтому надо исходя из этого какой проект готовить который будет заведомо и намного лучше того который сейчас а если вы придете через три года и скажете давайте продлевать коллективный договор и сказать не будем продлевать а раз не будут продлевать закончится у вас срок и все условия которые у вас были хорошие расписанные в коллективном договоре и выше чем в законе все будут обрушены и вы получите например такую картину как я вот наблюдал и просто видел что произошло когда пауза была между двумя коллективными договорами несколько там буквально не больше месяца но была пауза и сразу вместо шерстяной шерстяной одежды рабочей докером стали выдавать брезентовые знаете когда вот дождь и снег вот вы в брезентовой одежде вот она мокрая и в ней вы простудитесь а шерстяная значит она мокрая вы в ней не простудитесь так вот раз это раз во вторых если в кол договоре было написано что вам не дуальные одежда предполагается рабочие то есть вы пришли на работу скажем вы работали позавчера вчера она отвиселась вас одежда она сухая мы пришли на работу верили сухую пошли а а тут дежурный плащ дежурный это значит вот пришел товарищ со смены только что весит все это мокрое грязное повесил и вы надели и пошли в этом мокрым и грязным и так далее это же касается и ботинок которые могут быть как известно кожаными а могут быть кирзовыми есть разница правда и так далее то есть это относится к самым разным параметрам так вот если вы хотите чтобы ваш коллективный договор был просто продлен что нужно для этого сделать для этого надо приготовить и выявлено требование о новом нового заключить новый коллективный договор в котором параметры будут все выше чем в этом самом договоре который у вас сейчас есть и если искать вот по чечене вам не удастся это сделать то вы добьете хотя бы чего что администрация когда лучше пусть продлевается только бы не этот вот который вы выставили в качестве требований то есть тогда вы можете рассчитывать на перезаключение коррективного договора то есть у вас это минимальный вариант а для администрации может это максимальный вариант так вот в данном случае это докеры тоже самое сделали это как вы думаете было у них проект был хороший хороший и тем не менее сил не хватило это ослабла вообще работа профорганизации в том числе ослабла за счет того что они разъединились если у них был типовой договор для всех компаний порта и как бы все одно за это выступали только осталось туда вписать какой у тебя какая компания и будет примерно то же самое и потом они разошлись переговоры все равно индивидуально но скажем в них могли участвовать представители в целом организации у нас у них была профсоюзная организация первичная организация состоящая из четырех пяти первичных а сейчас они разделились просто пять первичных первичные нет она территориальная территориально никаких прав не имеет вы не можете от территориальной организации хотя она и больше территориальная организация не имеет права выдвигать требования и настаивать на заключение коллективного договора вот по родине идите по уродине и заключайте. А тут они и по уродине обсуждали, но могли участвовать представители из других организаций порта. Короче говоря, ослабла их борьба, и в итоге ослабление этой борьбы получилось, что новый коллективный договор с 2018 года, вот свеженький сейчас, он висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии, РПВ МОС.ру Вот этот коллективный договор хуже, чем который был. Вот надо посмотреть, что в этом договоре, что ухудшилось по сравнению с предыдущим. Но это для вас не загадка, что у нас в жизни многое ухудшается. Например, заработная плата у нас в стране начиная с 1900 с 2013 года только падает реальная. Вот она сейчас составила в 2016 году 92,5% от уровня заработной платы 2013 года. Падение идет. Условия труда ухудшились, в связи с тем, что в 2013 году государство, вот мы опять берем политические аспекты, это государство придумало новую систему, так называемую СОУТ. Система специальная оценка условий труда. Раньше как оценивали? Ну, очень просто. Пришли с термометром температуры, с манометром давления, с специальными аппаратами для измерения загадованности, запыленности, влажности и электромагнитных колебаний и шкала. Это вот вредные условия, это вот опасные условия, это особо вредные, это особо опасные, это тяжелые, это особо тяжелые. А сейчас по-другому. Сейчас дело не в том, что вы там замеряете, а дело в том, что есть специализированные организации. Какие? Частные организации специализированные, лицензированные. То есть я, ну как частные вузы есть. Их сейчас, правда, позакрывали очень сильно, но много и осталось. Лицензированные организации, они их заказывают, чтобы они пришли, кто заказывает, кто платит? Работодатель. Как вы думаете, если работодатель платит, как будут они оценивать? Ну так, как нужно работодателю. Вначале работодатель так платить не будет. И они говорят, так вы, смотрите, у докеров, они работают на берегу моря, на свежем воздухе. Это же хорошо. Так зачем? А у них вредность? Снять эту вредность. И сразу пошло снижение всех параметров. Ничего в жизни не произошло, условия труда такие же плохие остались или ухудшились. А на бумаге все стало лучше. Вот, скажем, Гор Электротранс. Есть организация такая в Ленинграде. В нем работает 11 тысяч человек. Значит, все вот эти разряды во время движения трамваев, троллейбусов, это же, они же, когда эти разряды всегда вырабатываются электромагнитные колебания. То есть, работа это вредная. Более того, она еще заразная, потому что этот заставляют кондукторов, без которых мы с вами, между прочим, прекрасно обходились, были талоны и не было такой задачи, чтобы в каждом вагоне стоял какой-нибудь кондуктор. Он не нужен просто был. Это ненужная трата времени. Но, тем не менее, значит, а вот сейчас от них требуется, чтобы за какие-то копейки они каждого контролируют раствор. Мало того, что существуют эти аппараты, нет, еще она подходит и, так сказать, измеряет. И она проходит и протискивается через что? Через всех. А у нас все время, у нас пятимиллионный город, люди же болеют. Поэтому вы-то не лнете, так сказать, к людям постоянно. А они вынуждены протискиваться и как раз в самую толпу, там, где, возможно, зайцы. И в итоге они заражаются и болеют чаще, чем другие. И что после этой системы соус, а у них поснимали. Там, где было особо вредное, стало вредное, где было просто вредное, стало полезное и так далее. Соответственно, дни к отпуску убрали, там молоко, где можно, где давали молоко, уже не дают, и прочее, там, специальное профилактическое питание. то есть обрушение всех условий, которые связаны с охраной труда. Это грандиозное мероприятие, причем, которое провело нынешнее правительство во главе с Медведем по-тихому, по-тихому, потому что никто вокруг реформы пенсионной такой шум развернулся, как будто это впервые только ухудшает положение работников. Оно ухудшено было с 13-го года по всем условиям труда. По всем и для всех. И то же самое по зарплате. По зарплате тоже уже три года идет понижение реального содержания зарплаты. Иногда говорят, повышена зарплата. Так повышена какая зарплата? Номинальная бумажка. А надо смотреть, а цены насколько повышены. Цены повышают в большей степени, чем повышают зарплату номинальную. Все, идет сокращение. Поэтому что важно проанализировать, что ухудшилось. Допустим, у докеров обратите внимание, у них согласование было. Я о согласовании особо говорил, что вот сейчас профсоюзы не обладают законодательным правом согласования тех нормативных актов, которые собираются выпустить работодатели. То есть работодатель решил принять такой-то приказ издать. Что он сейчас делает? А он что делает? Он сейчас должен обеспечить процедуру учета мнения. То есть он направляет этот проект председателю правкома. Если есть профсоюз, нет профсоюза, никого не направляет. У вас нет никаких представителей, будьте здоровы. Он может издавать и все. Ну вы не организовались, сами виноваты. То есть как бы отрицательное свое положительное. Как бы нынешнее государство говорит работникам, ну если вы хотите блага получить, вот если у вас есть коллективный договор, там будет во многих пунктах, вот если вы просто возьмете трудовой кодекс и начнете подчеркивать всякие фразы в соответствии с коллективным договором, или если это, вот это так, если это установлено в коллективном договоре. Вот все вот эти присказки о том, что про коллективный договор, вы испещрите просто весь трудовой кодекс. Если у вас коллективного договора нет, это вас вообще здесь, если у вас нет профсоюза, ну никто с вами ничего согласовывать не будет, и учета мнения не будет. Но а в чем состоит учет мнения? Вот если я как руководитель предприятия приготовил проект приказа, должен написать обоснование, от меня требуется обоснование по закону. Я приношу его вам, если вы председатель правкома, а вы, а вы, если вы согласны, тогда я подписываю приказ. Если вас просто чем-то мотивирует, и почему вы против, может вам физиономия не нравится, это недостаточная мотивировка, ну давайте пишите любую мотивировку, у вас есть в законе, пишите, потому что нам не нравятся усы работодателя, пожалуйста, его представители. После этого мы должны провести, если вы такое написали, мы должны провести консультацию, то есть мы завтра с вами утром у меня в кабинете встретимся и будем пить кофе или чай. Я говорю, что кофе, как только мы с вами попили кофе, консультация состоялась, и я могу издавать приказ. То есть что, к чему сводится этот пункт учета мнения? К тому, что издание этого приказа предполагает оттяжку в несколько дней, два-три. Ну пока пройдет этот процесс, и все. Но я издаю то, что собирался. Никаких препятствий нет. А согласование означает, что я пришел к вам, принес, вы написали, не согласовывая, все, на этом останавливается. Уже нет. Так вот, количество пунктов согласований в новом коллективном договоре резко сократилось. То есть они бились там и провели полную программу подготовки и забастовки, все пункты прошли. И эти подписали такие, но все равно уже меньше этих пунктов, по которым требуется согласование. То есть по этому вопросу требуется, поэтому не требуется, поэтому не требуется. А вот по этим вопросам требуется. Особо по какому вопросу важнее всего согласование, как вы думаете? Да, по угонению. Вот мы все написали, как будет здорово у нас, как улучшится жизнь благодаря нашему клинику, так у вас не будет. А почему вас не будет? Потому что возьмут вас и уволят. А если написано согласование, а я председатель правкома, вы ко мне приходите и говорят, меня хотят уволить. Говорят, никто вас не уволит. А почему? А потому что у нас согласование, а мы согласование согласия не дадим. И все. Вот я наблюдал такую сцену, когда здоровый такой квадратный докер, прямо квадратный, приходит к председателю профсоюзной организации, говорит, она сказала идти в кадры. Куда? Чего идти в кадры? Она сказала, что меня уволят. Да никто тебя не уволит. Ну она сказала, да племь ты на то, что она тебе сказала. У нас согласование, никто тебя не уволит, да успокойся. А он, нет, она сказала, пугливый, такой здоровый, сильный явно докер, но вот он пугливый, а что пугаться? Все, там, как увидят, они там подготовят список на увольнение, так, а этот член профсоюзодокеров, это не член. Член профсоюзодокеров пропускают, а не членов профсоюзодокеров впускают на увольнение и все. Так вот, уменьшилось это теперь. Посмотрите, насколько уменьшилось. То есть, как бы, мы наблюдаем результат битвы, которая прошла, результат конфликта. Конфликт завершился, потому что был конфликт, то есть, была пройдена вся процедура забастовки, и это было что? Это была угроза забастовки. Потому что, а когда угроза забастовки действует? Вот если я вам угрожаю, что не поставлю вам эту положительную оценку, это когда действует? Когда я до этого вам уже ставил двойки. А если я никогда вам не ставил только пятерки, вы так, конечно, послушайте меня, но так всерьез не возьмете. Потому что, когда действует угроза? Угроза действует, если она не обязательно тут проводилась, не будет проводилась, но она уже была несколько раз реализована, и никто не хочет, чтобы второй раз это произошло. Работодатель не захочет. То есть, ему забастовка, ему не нужна. А если она точно будет? Она точно будет, он не сомневается. Эти ребята серьезные, они все подготовили, а законы они знают, все у них уже расписано, и есть и забастовочный комитет, все есть только. Вот сейчас соберут конференцию, конференцию соберут, потому что у них единый представительный орган, в него входит профсоюз докеров, профсоюз работников водного транспорта, председатель профсоюза, профсоюзной организации докеров, председатель этого, ЕПОР, единого представительного органа работников, заместители, это представители профсоюза работников водного транспорта, там это работники механизации в основном ПРВТ, они заедино действуют, 80% коллектива в этих двух профсоюзах. Более того, в эти годы, значит, было время для вот этого самого первого контейнера терминала. Если раньше были какие-то отечественные миллиардеры, не шибко крупные, примерно на котором было где-то 2 миллиарда всего денег, по нашим, больше, чем мы с вами получаем, а по масштабам миллиардеров, на неахтей. А теперь это Global Ports. Это был такой, Южилин, и такая была ситуация, когда один брат Южилин миллиардер, а его брат двоюродный генеральный директор. И он достаточно такой основательный, более-менее самостоятельный. Ну, а сейчас и брата того нет, и этого миллиардера нет, а есть компания мировая Global Ports, у которой и это вот предприятие, одно из многих, и в том числе у них в порту находка, на Дальнем Востоке, на Тихом Океане, поэтому ничего не стоит там улучшить, а тут у худших и подушить трудящихся. Поэтому соотношение сил изменилось, и раз соотношение сил изменилось, результат изменился, то есть они выбили все равно докеры, коллективный договор, в котором есть согласование, и по вопросу о согласовании была главная борьба. И самая главная борьба по вопросу о согласовании по занятости. Если у вас только будут хорошие такие условия, только у меня не будет, меня уволят, мне в общем-то как-то, то есть я рад за вас, но они меня уже никак не касаются, правильно? Поэтому без согласования с профсоюзом вопроса о занятости, вот, без него никакие улучшения ничего не значит. Поэтому занятость это вопрос номер один, важнее всех других в этом смысле, правильно? И у вас будет шестичасовый рабочий день, а у меня не будет. А почему у меня... А потому что я уже не буду там работать. А почему я не буду? А потому что меня уволят. А почему уволят? А потому что без согласования меня могут уволить. Я, может, больше всего выступал за этот шестичасовый рабочий день, за это меня и уволили, чтобы больше и такие не выступали. А вас оставили. Вы меньше всего выступали, вот вас и оставили. В следующий раз вас уволят, когда вы начнете выступать. Вот какая проблема. И вот вы должны посмотреть на это и сказать, что вот какие есть, что, чем он хорош, этот коллективный договор, и он сохранил вот свое положительное значение, и что в нем ослабло, и на это посмотреть глазами конфликтолога, который видит в результате следы, плоды, результаты той самой борьбы, которая шла, конфликта, который, собственно, мы изучаем, потому что конфликт, как развивался, это одно дело, а чем закончился, это другое дело, вот он закончился так, что хуже стало для работников, чем было раньше, а уж и те, у кого нет такого коллективного договора, да у них просто, их ними вообще никто не считается. Докеры остановили работу в знак протеста без действия администрации, чтобы администрация поняла, это последний сигнал перед окончательной остановкой работы. Это они все стояли, они применяли коллективные действия, вот когда у них пройдена была процедура, они делали коллективные действия, а какие коллективные действия? А вот медленно работать будем. Ну как, все вместе, это всего одна неделя, это не повлияет. А они по очереди. Вот это бригада, бригада, вот одна бригада отработала неделю в замедленном темпе, потом вторая бригада, потом третья, и так месяц. И месяц лихорадил, и весь спорт. И это все знали, что идет работа по правилам, идет в замедленном темпе. А что вы, а как я могу сказать, вот как вы можете ко мне предъявить требования, чтобы я быстрее говорил? А я могу медленнее говорить. Где написано, что я должен с такой скоростью читать лекции? Я могу делать паузы и гораздо медленнее. Серьезно, вдумчиво все изучать. Вот это, так сказать, некоторые наводящие соображения вам для... А дальше вы сами просто как... Тут еще важен какой такой свежий взгляд. У меня он не очень свежий по той причине, что я это как бы знаю изнутри. А вы смотрите на это, ну вот как комплектолог, вот весь конфликт развивался, и вы посмотрели. Причем конфликт за много лет, потому что вот тот коллективный договор был оба срока. Более шести лет один коллективный договор не может заключаться. Если вы выиграли, победили, и второй раз победили, перезаключили, потому что это тоже победа, перезаключить договор, то вот номер такой уже третий раз не проходит. Вам надо заново вести переговоры, а когда вы? Значит, вам иметь надо, как только вы перезаключили коллективный договор, вам надо делать новый. И все это с рабочими работать, чтобы вы подошли к пику. За несколько месяцев до момента, когда закончится, вы должны начать всю эту процедуру, ну скажем, месяца за три. Допустим, если у вас он кончается 1 января, значит декабрь – это поздно, ноябрь – поздно, октябрь – поздно. Ну, самое позднее, в сентябре вы должны уже выйти на… Только переговоры идут три месяца. Только переговоры могут идти три месяца коллективные, правильно? По коллективному договору. Преддающий луч в августе. Ну, в августе вы должны уже свой проект иметь. И пусть они борются тогда уже, администрация, с вашим проектом. А иначе вы будете пытаться толкнуть что-то, что еще не присутствует. То есть такого вот в догонодательстве, чтобы вы заключили, это осталось навечно, нету. То есть если вы прекратили борьбу или ослабили борьбу, у вас через три года может исчезнуть коллективный договор, его просто не перезаключат. А еще через три года, даже если вы перезаключили, все равно он исчезнет. И если вы к этому моменту не приготовили, то вы оказались, так сказать, только на уровне законных норм. А в коллективном договоре можете какое угодно быть повышение по сравнению с законом. То есть в коллективном договоре не может быть хуже, чем в законе, а лучше сколько угодно. То есть всего надо понимать время, что у вас есть три года, за три года надо сделать еще, приготовить проект, и тоже в августе уже запустить его в третий год, чтобы его перезаключить. А запустить надо новый пилотный проект. Новый коллективный договор намного лучше, чем тот, который... И тогда вот в худшем случае вы перезаключаете прежний. А уж через шесть лет, то есть в августе последнего шестого года, вам точно нужно новый, иметь коллективный договор и приготовиться к самой большой борьбе за него. Потому что перезаключить тут не удастся ничего. Или вы выиграете, или вы проиграете. А насколько вы проиграете, это как угодно может сложиться. Вот получилось так, что другой собственник стал. Все, потом уж ему забастовку в одной компании. А у него этих компаний десяток. огромный капитал мировой. И вы столкнулись с мировым капиталом. Сколько у вас там человек? Шестьсот? Ну, давайте, поиграйте. Ну, и то они, надо сказать, вот они... Тем не менее, поскольку они сплоченные, организованные, там еще один интересный момент. Сейчас, если вы будете смотреть различные коллективы производственные, вы не найдете там таких коллективов, в которых было бы 100% членов профсоюза. А вот за ОПКТ, первый, он не за ОТР, а ООО, акционерного общества, первый контейнер, 100% членов профсоюза. А почему? А потому, что, значит, это GlobalPort, стало требовать сокращение персонала. А докеров нельзя уголить из-за того коллективного договора. И нельзя работать работников механизации, членов профсоюза. Поэтому, значит, администрация стала приглашать и предлагать всякие там деньги. И некоторые товарищи там, или больные, или пожилые, там вам предлагают, допустим, 6 окладов, а оклад, допустим, 90 тысяч, 6, 540 тысяч человек увидел, да, 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 пропадем, а пропадем с ними сражаться, и ушел. То есть некоторые ушли пожилые, члены профсоюза, а что касается не членов профсоюза, с ними проще. Говорят, так, мы сейчас можем дать тебе денег, там, 4 оклада, и уходи, увольняйся. Ищи себе хорошее место. Через 4 месяца можешь гулять и устраиваться. Ищи себе. Устраивайся на хорошее место, а иначе мы тебя точно уволим. И сразу. 4 месяца не будем ждать. Как ты понимаешь? Вот 2 месяца и все. И тебя нет. И со всеми переговорили. И что? И все нечлены профсоюза, всех уволили. По-хорошему. Кому дали денег, никому больше, никому меньше. И всех нечленов профсоюза уволили. Кто остались? Члены профсоюза. Это единственная организация, которую я знаю в России, может и в мире. 100% члены профсоюза. Почему? Потому что все нечлены профсоюза, они слабые. Их от них, администрация их очистила. Вот. Это очень здорово. И они как-то даже побаиваются куда-то высовываться, хотя они так самоизолируются. И это может привести к тому, что их и предают в конце концов. Почему? Потому что они ни на какую солидарную поддержку с другими организациями фактически не идут на сегодняшний день. Вот такая картина. Понятно. Ну, возвращаемся к вопросу, который мы рассматривали. Это к вопросу о программе Федерации профсоюзов России. Это вот коллективный разум профсоюзный и коллективный разум ученых Фонда рабочей академии, работников Фонда рабочей академии. Вот в единстве составили эту программу. И она оказалась настолько устойчивой, что ее приняла Федерация профсоюзов России как задача коллективных действий. Более того, и поскольку у нас курс политической составляющей социально-трудовых конфликтов, значит, рабочая партия России, которая участвовала в создании партии труда и которая участвовала в составлении этой программы, а непосредственно товарищ Золотов, доктор экономических их наук участвовала, член Бюро Рабочей партии России в составлении этой программы, уже непосредственно этой. Постоку, значит, стал вопрос, что сама-то Рабочая партия России не должна отреагировать на то, что вот она такие предложения вносила для того, чтобы они на уровне России выражали собой главные требования работников. Она, как мы подумали, посчитали, что она должна быть и она должна и сама сделать изменения в своей программе. И на одном из съездов целиком вся программа задачи коллективных действий вошла в программу Рабочей партии России. Вы можете взять, открыть программу Рабочей партии России на сайте Рабочей партии России и увидеть там без названия программы коллективных действий, что есть все эти пункты программы коллективные действия, вошли в ее программу. Более того, Рабочая партия России предложила еще одной партии политической, Российской коммунистической рабочей партии, внести это тоже в программу партии. И для того, чтобы иметь некоторое политическое единство по поддержке этих самых требований работников и поддержки Федерации процедуров России. Но наши советы и рекомендации не были приняты, но нас заверил руководитель, первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии. Мы это примем в качестве решения съезда. И на одном из своих съездов они приняли вот эти пункты в качестве программы действий, что вот по вопросам рабочего движения руководствуются программы коллективных действий, профсоюзов задачи коллективных действий. И что приняли, и как мы и предполагали, и забыли. Почему? Ну потому что съезды, они часто бывают, съезды, они приходящие, решения их постановления тоже приходящие. А программа, она ведь на какой срок? На весь срок существования партии, пока не выполнена будет. Поэтому программу это не было включено. И так оказалось, что вроде бы и они должны были этим заниматься, и мы, так сказать, и рабочая партия России, и Российская коммунистическая рабочая партия. Но РКРП занялось совсем другим. Оно, вопреки этой программе, стало заниматься только одним вопросом. Давайте проталкивать где-то на законодательном уровне обязательность индексации. А обязательность индексации, это означает, что никогда не улучшится жизнь работников. Потому что индексация, как известно, никакого улучшения жизни не предполагает. Индексация предполагает, что вот по окончании года мы возвращаемся к тому уровню, который был год назад. А в следующем году опять возвращаемся к тому, что был год назад. То есть мы сколько бы лет не прошло, прибавочная стоимость все время растет. То есть часть стоимости, которую получает капитал, постоянно увеличивается. А работники остаются, как говорится, при своих интересах. То есть они получают именно тот уровень, который был. То есть только колебания, так вот, в виде пилы. Значит, на прошлый уровень вышли, потом опять снились. На прошлый уровень вышли, опять понижение. И так далее. Вот видно, что другой политический подход, он привел к тому, что, значит, рабочая партия России такого союзника в этом вопросе лишилась. Что и демонстрирует дальнейшие действия этого союзника, движение к тому, чтобы бороться за какие-то места в исполнительном аппарате государства работодателей, а став исполнительными звеньями этого государственного аппарата, это же государственный аппарат, там нечего обсуждать, там надо выполнять распоряжение. Если вы направили какого-то кандидата в губернаторы, то этот губернатор будет выполнять то, что ему скажет правительство. Если он не будет выполнять то, что ему скажет правительство или президент, он вылетит через пять минут. Поэтому, если вы хотите готовить какие-то кадры для звеньев буржуазной власти, то такую вы задачу, конечно, сможете решить. Но вы перестанете быть той партией с тем названием, которое она есть. Можете как угодно красиво называться, ничего это не означает. Вообще название партии мало что означает. Например, партия РСДРП-Б. Ну какая она это, что это за название такое, да? Российская социал-демократическая рабочая партия в скопах большевиков. То ли дело СССР, СССР это что такие, это кто такие? Это социалисты-революционеры. Ну согласитесь, что социалисты-революционеры это круче, чем какой-то РСДРП-Б. Или там, у Гитлера какое было название? Что, плохое? Социалистическая партия. Национал-социалистическая. Дальше? Уграя-рабочая партия. Рабочая партия Германии. Представляете? Национал-социалистическая, рабочая партия. У вас только может быть национал, может вызвать какие-то там еще ассоциации, где сказать, что нет ли тут национализма. А так все хорошо, социалистическая, рабочая партия. Это в чем дело? А почему? А потому что на самом деле в политике название партии ничего не значит. Вообще ничего не значит. Партия может быть какого угодно, как угодно называться, там социалистической, коммунистической, а все определяется не названием, а тем, как она действует. Она может называться так, а действовать по-другому. Вот партия, которая углавляла Альенда, называлась социалистическая партия Чили. А партия, которую углавлял Карвалан, коммунистическая партия Чили. Ну она и коммунистическая партия Чили не очень такая строго выдержанном, так сказать, в таком духе марксистском партии. Ну а социалистическая партия просто была партией, которая выступала, причем у нас здесь, в России, ее лидер, который преградовал на пост президента, Альенда, опубликовала статью в журнале за рубежом нашим, где красным было так написано. Социализм без диктатуры пролетариата. То есть такой главный тезис ревизионистов, то есть отступников от марксизма. Вот он вынес это дело. И что этот отступник к чему привел? Он привел дело к тому, что пока... Потому что у них было большинство в парламенте, а большинство набрать, так сказать, антимарксистов не проблема, и это большинство в парламенте пока реализовывали буржуазные какие-то меры, в частности отнимали земли у феодалов чилийских и передавали их буржуазии, их терпели. Как только они эту задачу решили, так сказать, сразу дали им по шапке и установили фашизм в Чили. Причем делал это пеночет. И это было ни для кого не секретом, чем это дело кончится, потому что никаких мер, никакой силы, в том числе вооруженной, у этой партии не было, рабочих не вооружили, ничего это дело не осуществлено, и поэтому отсюда и колоссальные жертвы. И наоборот, кому большевиков. Необходимое количество было, так сказать, и рабочей гвардии, плюс Петроградский гарнизон на стороне большевиков, плюс Северного фронта, Петросовет, Совет Северного фронта тоже был большевистский, Москва была, Совет Московский, большевистский. Поэтому здесь никаких перспектив такой вот борьбы вооруженной у временного правительства вообще не было, потому что защищала его группа юнкеров и женский батальон. Ну как женский батальон и группа юнкеров могут сражаться с Петроградским гарнизоном? Поэтому у нас самая мирная революция в мире за все времена. И потом членов временного правительства арестовав поддержали немножко у нас Петропавловской крепости и на третий день их выпустили. И многие из них, верой и правдой, потом служили советской власти. Вот можете даже почитать биографии их. А вот Краснов, который сразу сказал, что дал честное слово Ленину, что он не будет выступать против советской власти, и его отпустили с миром, поехал на Дон и стал создавать Белую гвардию. Его потом покарали, но не скоро. В конце войны его поймали, Великой Очищенной уже, за границей. И повесили. Ну, так сказать, вот он, можно сказать, что вот он жертва большевистской, большевиков. Но жертва, так сказать, вполне по понятным причинам. Сам себе заработал. Слово офицера надо же беречь или не давать его, все что такое. Ну, не давал бы слово офицера. Посидел бы, потом бы выпустили. Вот такая здесь картина. Вот, мы начали с вами их рассматривать, и вот первый раздел в этих задачах, это вот в области трудовых отношений, повторим, установление цены рабочей силы, зарплаты российских работников на уровень ее стоимости. Для квалифицированных рабочих в среднем 45-250 тысяч рублей в месяц при цене до 2022 года. Надо сказать, что вот такой уровень авиадиспетчера, который возглавляет Федерацию профсоюзов России, достигли. Докеры, ну, Докеры, ну, Докеры где-то на уровне 90 тысяч рублей. То есть они, в общем-то, считают эту задачу вполне реальной. А что касается самого расчета нормальной цены рабочей силы, кто должен это посчитать нормальную цену? Нормальную цену? Те, кто ее продает. Кто продает свою рабочую силу? Если Докеры продают, Докеры должны их посчитать. Вот, я вам уже говорил, есть такая маленькая книжечка в издательстве Санкт-Петербургского политехнического университета, изданная в 2014 году под названием «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов». Она есть и на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии, и она представляет свою методическую разработку вот по этому курсу. Здесь программа этого курса сначала идет, а после программы идет расчет, который кто делал? Вот под моим научным руководством делали это те Докеры, которые были освобождены от работы в связи с тем, что они работают, осуществляют примирительные процедуры. То есть у них никакой работы нету в этот период, а вот они должны были сидеть и заниматься вычислением, какая у нас нормальная стоимость рабочей силы. Для этого они должны были, так сказать, вот подумать, что, так сказать, какие материальные блага требуются и другие всякие блага, которые требуются получить для нормального развития работников и членов его семьи. Исходя из предположения, что работник работает 25 лет, ну, немалым соображением здесь было и то, что 25 лет легко умножается на 12 месяцев и получается 300 месяцев. Всего работает человек 300 месяцев. Это значит, если мы берем какие-то затраты и складываем, одни затраты месячные, другие годовые, третьи два раза за жизнь, а потом мы их все сложим и поделим на 300. И в расчете на месяц получим вот ту норму, которую нужно и соблюсти. Ну и вот можно отметить, какие были итоги. Причем для этого надо владеть соответствующими ценами, нормативами и так далее. Докеры, поскольку они, так они, люди, работники, не низкооплачиваемые, они знают, где взять кредит, на каких условиях, сколько стоит ипотека, они знают, где в какой фирме что купить можно и по какой цене. И они сделали два документа. Сам расчет, первая часть, а вторая часть, это они вот на основе чего? Это сделали на основе каких данных? И привели эти данные. В частности, вот тут написано в конце этого расчета, расчет произведен рабочими ЗАО, первый контейнерный терминал, Куслиным, Пуртовым, Каретником и Белоногом. Белоног это председатель правкома работников механизации, ПРВТ, процесса работников водного транспорта. На базе первичных расчетов в докерах механизаторов Градусова, Ремезова и Слесаря Теунова под научным руководством автора. Этот производственный научный коллектив осуществил и обоснование расчета стоимости рабочей силы по составляющим. И вот дальше приводится обоснование. И вот, если это дело брать по составляющим, начинается это, начинается с того, что какую мы семью берем как нормальную. Какая нормальная? Какая численность семьи должна быть взята за норму? Пять или четыре человека? Пять. Почему пять? Потому что для нормального воспроизводства населения России, расчеты сделаны, нужно 2,4 человека на семью. Поскольку 0,4 не рождается, значит, надо трое. Если бы рождалось 0,4, можно было ограничиться. И меньше зарплату бы насчитали. Ну, что поделать? Может, в Балтийском заводе будут троих детей, а у Докера только двоих? В среднем надо считать. Мы же считаем. Докеры считали не только для себя, но и для других работников. Ну, норма должна быть такая. Что значит, может быть? Вы дайте возможность людям содержать троих детей. Это во-первых. Во-вторых, а кто это дает возможность? Это дарит им эти блага работодатели или наоборот работники зарплату получают на уровне восьмой части от того, что они выработали? Как сейчас в России обстоят делать? Всем известно, что за один час своей работы люди вырабатывают стоимость эквивалентную своей зарплате. Поэтому, что значит, почему это интересно? Докеры, если они вырабатывают так много, должны себе отказывать в том, чтобы участвовать в нормальном воспроизводстве населения России. Дети это хорошо, Вот в семье у Ленина сколько было детей? Не двое же, а гораздо больше. Четыре или пять, я даже точно не знаю. По крайней мере, если только брать его, там Дмитрий брат, теперь Анна Ильинична, Ульянова Елизарова. Александр еще был, уже мы набрали с вами. Три сестры долларов. Да, три сестры долларов, пять человек. Да, почему мы докеров должны поставить им такие условия, что они должны быть вот два и два. Это нормально, чтобы были много детей или ненормально? Посмотрите, что сейчас происходит у нас в России. У нас с 90-х годов, для решения вопроса о том, что нормально и что ненормально. С 90-х годов у нас идет превышение смертности над рождаемостью. Все время. Сколько лет прошло? Вот 90-е, потом пошли 2000-е и все время превышение смертности над рождаемостью. Как переломить эту тенденцию? И наоборот, в советские годы до начала 90-х превышение рождаемости над смертностью. Да что нужно сделать? А мы с вами будем планировать два. Вы говорите, что, куда нас предполагаете загнать Россию-то? И вы посмотрите, даже приезжают к нам гастарбайтеры, у них семьи по 3-4 человека, а у нас люди живут. Вроде лучше живут, да? Но семьи совсем стали маленькие. Ну вот они считали, ну это вот они считают, это же расчет докеров, что они считают нормально. Мы можем с вами сколько угодно это обсуждать. Но это факт уже исторически. Вот они были во время коллективного трудового спора освобождены от того, чтобы возить грузы, сидели и думали. И вот они с этим согласились. Это их позиция. Они вот считают, что им нужна семья в 5 человек, а вы считаете, что 2. Ну и делайте себе 2. А они считают, что 5. Значит, а для семьи в 5 человек, а с этим связано другое. Сколько комнат должно быть в квартире для семьи в 5 человек? Вообще считается, как вот, есть всякие там, есть ведь санитарные взятие нормы, и есть медики, которые на это считают. И считают, что если это однополые там дети, то и хватит и трехкомнатной квартиры. квартиры, то есть есть комната, в которой спят родители, есть комната, в которой спят дети, и есть общая комната, где они обедают, вместе собираются. Это 3 комнаты. Ну, а если это разнополые, так, ну, они же вырастут все. Ну, там, то так все сняются, значит, надо, значит, не 3, а 4 комнаты. Так вот, докеры с самого начала пошли на уступки администрации и записали всего лишь трехкомнатную квартиру. Хотя вообще нормы можно было поставить на вырос, тем более поставить и четырехкомнатную. Но, как вы понимаете, трехкомнатную квартиру никакой трудящейся нашей страны, обычной, не может взять, вытащить деньги из кармана и купить трехкомнатную квартиру. Почему? Потому что она такую имеет цену, что первый взнос вот приобретение трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге, они приводят эти данные в кредит. Первый взнос 15% составляет 750 тысяч рублей. Это, значит, если возьмешь ипотеку, а просто, так сказать, купить никаких денег нет. И у докеров. Хотя они одни из самых высокооплачиваемых. И 54 тысячи рублей ежемесячно нужно будет выплачивать из расчета цены квартиры. А цена квартиры составит примерно 4 миллиона 500 тысяч рублей. Всего это составит? Поскольку вам придется, раз вы взяли ипотеку, оплатить трижды цену этой квартиры. Потому что ипотека – это цена одной квартиры по цене трех. Итого 16. То есть, если вы очень богатый, вы можете сразу заплатить за квартиру и не брать ипотеку. А если вы не богатый, вы должны будете в три раза больше заплатить, чем те, кто богатый. Вот так устроена наша сегодняшняя жизнь. Итого, вы должны будете заплатить 16 миллионов 950 тысяч рублей за эту ипотеку. А в расчете на месяц 56 тысяч 5500 рублей. То есть, вот составляющая в заработной плате 56500, которая намного превышает среднюю заработную плату по России. Средняя зарплата около 40, да? А тут 56,5. Второй пункт, который они взяли – страхование жизни и здоровья. Затраты на страхование жизни из расчета 1% в год 45 тысяч на 25 лет плюс затраты на страхование жилья из расчета 0,15% 0,15% в год 6750 на 25 лет составляет за весь трудовой период трудовой деятельности 1 миллион 293 тысяч 750 рублей. Это надо рассчитать на месяц. То есть, поделить на 300. 300 месяцев 25 по 12. И получите в расчете на месяц всего 4312 рублей. И недорого. Затраты на ремонт квартиры. два раза за все время существования в вашей жизни. Ну, вот этой 25-летней. Составляет в оккупности за 25 лет 400 тысяч на 2 умножить 800 тысяч рублей. Их тоже надо делить на 30. И получите 2666 рублей. На оплату коммунальных услуг работнику за 25 лет придется потратить 2400 2 миллиона 2 миллиона 400 тысяч рублей. А в расчете на месяц 8 тысяч. Эти коммунальные услуги, как вы замечаете, они постоянно растут в цене. Поэтому это данные 2014 года. Сейчас уже 19-й на носу и все эти затраты подросли. На охрану квартиры общие затраты составят 90 тысяч рублей. В расчете на месяц 300 рублей. На приобретение книг, газет, журналов, музыкальных записей, оплату интернета, мобильной связи за 25 лет придется потратить 480 тысяч рублей. А в расчете на месяц 1600. Совсем даже и недорого. Мы говорим о норме, то есть это нормально там для грамотных людей, современных и так далее. Затраты на приобретение культурно-бытовой техники, музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамеры, мобильные телефоны и тому подобное за 25 лет составят 215 тысяч рублей. В расчете на месяц 717 рублей. Это недорого. Затраты на приобретение 5 компьютеров за 25 лет это совсем недорого или немного, потому что компьютеры они уже все время ставят на них новые программы с тем, чтобы старые программы уже хуже работали и вас вынуждают тому, чтобы приобретали новые компьютеры с новым программобеспечением и так далее. Ну вот у них 5 компьютеров на 25 лет, а один компьютер как бы работает всего 5 лет и один компьютер на всех. Ну это слишком мало, это они заложили какую-то малую норму для семьи. но все равно вот что заложили то заложили. 27 тысяч они взяли компьютер на 5 135 тысяч рублей в расчете на месяц 450 рублей. Затраты на покупки мебели ну мебель вы знаете зайдите в мебельный магазин увидите много нулей впереди единички там стоят маячат. За 25 лет составит 800 тысяч рублей в расчете на месяц 2 миллиона 2666 Десятый пункт затраты на приобретение крупногабаритной техники что имеется ввиду холодильников два холодильника по 18 тысяч 36 тысяч рублей на месяц всего 120 рублей дешевый холодильник стиральных машин две штуки по 16 тысяч 32 тысяч а на месяц 107 рублей телевизоров две штуки по 12 тысяч 24 тысяч а на месяц 80 рублей посудомоечных машин две штуки за все время 15 тысяч на два 30 тысяч в расчете на месяц 100 рублей развито дорого посудомоечная машина 100 рублей ерунда кухонных плит две имеется ввиду за 25 лет один раз сменили кухонную плиту 8 тысяч на два 16 тысяч рублей в расчете на месяц 54 рубля итого вот это все затраты на эту крупногабаритную технику 460 рублей в месяц ерунда 11 пункт затраты на покупку кухонных принадлежностей за 25 лет 160 тысяч рублей в расчете на месяц 533 рубля 12 пункт затраты на покупку ванных и туалетных принадлежностей 270 тысяч рублей в расчете на месяц 900 рублей затраты 13 пункт затраты на одежду и обувь сезонную повседневную и выходную за 25 лет на семью из 5 человек составит 3 миллиона в расчете на месяц 10 тысяч рублей 14 пункт страхование работника за 25 лет потребует 375 тысяч рублей а в расчете на месяц 1250 рублей то есть чем тут занимались докеры сведением как это говорят концов с концами семьи должны сводить концы с концами вот они и сводили затраты на страхование троих детей до 20 лет за 25 лет составит 900 тысяч рублей в расчете на месяц 3000 рублей оплата медицинских услуг а сейчас вы знаете что это все растет поскольку медицина бесплатная сужается оплатная расширяется а в общем количество медицинских благ не увеличивается оплату медицинских услуг могу подтвердить цифрами реформа медицины и здравоохранения позволила закомолить 7 процентов средств при этом 20 тысяч врачей уволено и закрыто много много всякого рода небольших медицинских пунктов особенно в селе чтобы человек 80 тысяч доехал до первого врача так что все это делается чтобы затраты были меньше значит оплата медицинских услуг потребует за 25 лет 2 миллиона 150 тысяч рублей в том числе стоматологические услуги 275 тысяч рублей другие медицинские услуги миллион 875 тысяч рублей в расчете на месяц 7 тысяч 167 рублей так немного 17-й пункт затраты на приобретение медикаментов и других медицинских средств до 25 лет 300 тысяч рублей в расчете на месяц тысяч рублей и вы знаете что эта статья растет растет и растет цены на лекарства причем меняют название и всякая смена названия приводит повышение того же самого лекарства которое было перед этим или даже специально убирают некоторые хорошие лекарства поскольку они дешевые дешевые убрать иначе дорогие не купят плата за 18-й пункт за здоровительные физкультурные услуги за 25 лет составит 200 тысяч рублей в расчете на месяц 667 рублей ну скажем для тех кто жил в мрачные годы тоталитаризма и культа личности как я это не отсутствовала такая статья поскольку я захотел заниматься лыжами пошел в секцию лыж давали лыжи в школе бесплатно выдавали лыжи если вы будете заниматься баскетболом вам форму дадут баскетбольную все нам выдавали бесплатно мы могли заниматься сейчас все это придется оплачивать так вот плата за здоровительные физкультурные услуги за 25 лет составит 200 тысяч в расчете на месяц 667 рублей затраты на приобретение спортивного инвентаря 258 тысяч рублей в расчете на месяц 860 рублей 20-й пункт плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях как они теперь называются раньше называли пионерские лагеря а теперь лагеря тоже интересно называется осталось только государственного управления этих лагерей сделать ГУЛАГ так вот за 25-летний период ясли сад составит 243 тысячи в расчете на месяц 810 рублей вы знаете что у нас все время не хватает хронически мест в детских дошкольных учреждениях как будто это вот сегодняшний день мы что не рады что ли что у нас дети появились или государство не знает что у нас превышение смертности надрождаемости нет у нас все равно зато мы видим тот кто знает где были детские сады может сказать теперь что в них расположено школы нет не школы а какие-то учреждения и вузы даже частные в бывших детских дошкольных учреждениях так отдельные выплаты при обучении троих детей в школе имеется ввиду что у нас обучение это в школе бесплатное но платить то надо время от времени кое за что и вот за 25-летний период составит 243 тысячи рублей в расчете на месяц 810 рублей отдельные это в детских дошкольных учреждениях а вот отдельные выплаты при обучении троих детей в школе за 25-летний период составит в сумме 267 тысяч 300 рублей в расчете на месяц 891 рубль затраты на обучение детей в высших учебных заведениях составит 780 тысяч рублей в расчете на месяц 2600 рублей у нас у вас магистратура платная или бесплатная бесплатная да но те которые не приходят сейчас работают потому что надо себя еще и прокормить или родители должны вас кормить а люди посмотрят на вас вроде как возраст уже такой немаленький 6 лет же теперь надо учиться мы еще там терпели 5 лет а уже 6 лет наверное сказали ну все хватит так так 780 тысяч рублей затраты на обучение детей в высших учебных заведениях заложили товарищи в расчете на месяц 2600 рублей ну они плохо с нашими расценками тут знакомы они бы наверное больше вы заложили сколько у нас платные на юрфаке подверг больше 200 по моим данным примерно тысяч в год а? в год да ну кто может заплатить бандиты и те кто с ними борется они могут заплатить так но если вы были бандитом вы бы куда послали детей на какой факультет молодец правильно разумно ну поэтому вам что ограничение это или скажем кто к адвокатам обращается к самому лучшему кто только больше всего денег в год если бандит у старушки забрал 200 тысяч рублей кто пойдет к такому платному серьезному адвокату старушка или бандит бандит пойдет 100 тысяч отдаст и 200 и выиграет у старушки а старушка она что даст этому адвокату и проиграет так затраты на питание дома за 25 лет 12 миллионов в расчете на месяц 45 тысяч рублей затраты на питание вне дома за 25-летний период в столовых в разных кафе ресторанах 4 миллиона 4 миллиона 230 тысяч в расчете на месяц 14 тысяч 100 рублей но рестораны здесь не прослеживаются конечно в этом расчете отчисление 25-е вне государственный пенсионный фонд для обеспечения нормальной жизни в старости от 2 до 10 процентов 600 тысяч рублей в расчете на месяц 2000 рублей затраты на пользование общественным транспортом метро трамвай троллейбус автобус маршрутка 1 миллион 200 тысяч в расчете на месяц 4 тысячи рублей затраты на приобретение содержания дачного участка 1 миллион 400 в расчете на месяц 4 тысячи 667 28-й пункт затраты на семейный отдых один раз в год по путевке составит 3 миллиона 750 тысяч в расчете на месяц имеется ввиду за все годы за 25 лет же это так в расчете на месяц 12 тысяч 500 29-й затраты на семейные праздники включая подарки за 25 лет составит 537 500 ну тут такой педантичность они все включили ну как вы же не будете праздник не отмечать семейный дни рождения папы мамы каждого ребенка так далее так затраты на свадьбы детей ну они заложили три по 150 тысяч это не похоже на то какая вот скажем у нас раньше была но вот они вот так заложили 450 тысяч в расчете на месяц 15500 сейчас уже начинает равняться на на кого на богатых затраты 31 на посещение театров музеев концертов до 25 лет составит 4 миллиона 200 тысяч развивается культурно в расчете на месяц 14 тысяч рублей затраты на приобретение автомобилей в кредит вот поскольку этот вот документ который я зачитываю он был оформлен и представлен как обоснование к требованиям работников во время коллективных переговоров по коллективному договору и вот сидели эти товарищи ничего не могли возразить по ходу дела наконец дошло до машин говорит а что это вы еще и машина у вас будет а им на переговорах докеры отвечают а вы что пешком ходите а вы что приехали на машине ну вы считаете нормально приехать на машине и мы считаем нормально потому что между прочим трамвайное движение на Трухтанные острова снято вообще и мы уезжаем или приезжаем к утрам у нас начало смены 8 утра и заканчиваем 12.00 свою работу вечерняя смена окончает 12.00 когда ничего не ходит ну возите нас на автобусах пожалуйста мы заложим сюда тогда вы будете водить на автобусе нет а так мы приезжаем на своей машине а вы нам пропуска заказывайте ну как-то поговорили идти отстали вроде как не сумели ничего не доказать так вот на приобретение автомобилей в кредит 4 автомобиля за 25 то есть дешевые которые меняют 2.080.000 рублей в расчете на месяц 6.670 рублей страховка налоги на автомобиль за 25 лет составит 1.626.900 ну это знают они сами в основном автомобилисты все знают в расчете на месяц 5.420.000 рублей эксплуатационные расходы на бензин за 25 лет при пробеге 20.000 километров в год из расчета 10 лет на 100 километров составит миллион 700 тысяч в расчете на месяц 5.670 рублей на техобслуживание автомобиля до 25 лет 312.600 в расчете на месяц 1042 на автостоянку за 25 лет составит 900.000 рублей в расчете на месяц 3.000 и того в расчете на месяц вот это страховка налоги на автомобиль в расчете на месяц 9712 35.000 печальный пункт затраты на погребение умерших родителей взяли 25 лет время своей жизни и ясное дело что если они взяли время своей жизни до старости им придется хоронить родителей 150.000 на 4 родители жены родители мужа 600.000 рублей в расчете можно это все не закладывать откуда они возьмутся если их нет в зарплате как в расчете на месяц 2000 рублей резервный фонд на 25 лет все может случиться ногу сломаете попадете в какое-то тяжелое состояние миллион 500 тысяч заложили в расчете на месяц 5000 рублей резервных много это 5000 рублей немного просуммировав ежемесячные затраты получаем общую величину среднемесячных затрат на воспроизводство работника членов его семьи в сумме 235 709 рублей но это все тут какие дальше возможны варианты это во-первых надо учесть необходимость уплаты подоходного налога значит вы должны получить столько чтобы после уплаты подоходного налога у вас осталось 235 709 рублей иначе вы это не сможете расходовать поэтому считаем делим на единицу минус 0.13 и получаем то есть на 0.87 делим и получаем 270 930 уже рублей а не 235 таким образом денежные выражения стоимости рабочей силы работающих членов семьи из 5 человек приближенно имеется ввиду это же оценочные вещи составляет в 2014 году 270 930 рублей один момент хочу добавить из области политэкономии Маркс писал что классовая борьба входит в стоимость рабочей силы как такое сегодня выражение в капитале что имеется ввиду имеется ввиду что если люди продают свою рабочую силу если они готовы за это бороться то их рабочая сила повышает то есть они не согласятся работать за меньше а если они не борются значит ну соответственно у них там это будут все отбирать и поэтому если они это рабочая сила которая легко отдается так сказать за любую цену понятно что она тогда гораздо ниже вот но здесь речь идет о денежном выражении стоимости рабочей силы двух работающих членов семьи из 5 человек а будет работать один из родителей или два там у докеров есть и то и другое потому что есть такая работа длительная с утра до вечера что и тяжелая что в общем там довольно распространено что работает только один член семьи так вот если если это один член работает то 270 тысяч 930 рублей нормальная заработная плата в месяц ну на фоне того что мы имеем например сегодня если вы нажмете в поисковике оплату членов правления крупных корпораций государственных то вы обнаружите что скажем в Роснефти члены правления получают порядка 28 миллионов рублей в месяц если вы возьмете Сбербанк куда наши старушки несут свои гробовые то вы там обнаружите 24 миллиона членов правления Сбербанка получают в месяц почему они такое делают ну у них труд умственный вот у меня тоже умственный труд может быть вам это покажется странным ну вот скажем вот у меня тоже умственный труд я в себе достаточно представляю что он и труд достаточно напряженный ну что может случиться с человеком который занимается умственным трудом он что упадут со стула ну что человек занимается бумагами дает распоряжение обдумывает и управляет то есть дает обдумывает и соответствующее распоряжение издают вот что делают члены правления больше ничего и почему они получают больше шахтеров и почему больше докеров которые ездят и глохнут, потому что они на своих погрузчиках заезжают, между прочим, в вагоны. А в вагонах погрузчики горохочут, и они начинают, у них то у одного, ухо не работает, у другого, другое. И заезжают в вагоны, там эта загазованность, запаленность. Им приходится выгружать корабли, в которых замороженное мясо или куры. И они в этой обстановке должны, вроде как, можно сказать, механизированный труд, потому что надо взять коробку и поставить его на поддон, и поднимет его кран наверх. Но вам за смену придется сделать это 2400 раз. 2400 наклона. А поскольку вы в морозильной камере находитесь, и у вас вот здесь испарено на пояснице, то у них профессиональная болезнь радикулит страшный. И у них, значит, такие здоровые люди, мощные, такие физически, с виду крепкие, значит, один за другим уходит на инвалидность. А профсоюз занимается оформлением. И вот председатели этой профсоюзной организации инвалидов, которые меньше платят вносы и тоже считаются членами профсоюза, она все растет и растет. И уже там шутят, что ты, Евгений Петрович, скоро там вообще заберешься, и все это в профсоюз, всю компанию нашу. Ну, если все-таки работают не один, а двое, то тогда получается, что кто-то из тех, кто работает, то один из этих двух должен или муж, или жена три года потратить на одного ребенка, не работать. Ну, а три умножить на три получается девять. То есть за двадцать пять лет он девять лет работать не будет, и всего шестнадцать лет останется работы. Поэтому надо брать, не складывать там и делить пополам, а для того, чтобы поровну, так сказать, поделить, получить стоимость рабочей силы работающих членов семьи, надо разделить на один плюс шестнадцать двадцать пятых. Получится одна и шестьдесят четыре одного работника, чтобы получить в среднем. И получим величину сто шестьдесят пять тысяч двести один рубль. Таким образом, стоимость рабочей силы, рабочего в Санкт-Петербурге в ценах четырнадцатого года составляет сто шестьдесят пять тысяч двести один рубль. Ну, а они получают вот в районе девяносто. Значит, не дотягивай. Значит, где-то вот что-то из этого не будет. Ясно при этом, что если заработная плата меньше этой величины, то есть меньше стоимости рабочей силы, нормальное воспроизводство работников и их семей не обеспечивается. Если даже так называемый высокооплачиваемый рабочий получает лишь тридцать-сорок процентов стоимости своей рабочей силы, неудивительно, что смертность в России превышает рождаемость, и население России по этой причине сокращается. Не может быть и нормального высокотехнологичного производства, если главная производительная сила, рабочий и трудящийся, не имеет нормальных условий листьевого производства. В связи с этим я хочу обратить внимание, что сейчас гуляют в интернете и вообще, так сказать, в общественном сознании байки о том, что скоро все будут делать роботы. Роботы – это средства производства, а роботы – это железо, а делают все рабочие. Рабочие – это главная производительная сила. Поэтому вместо того, чтобы думать, как освободить и раскрепостить главную производительную силу, и в условиях нормального воспроизводства, снабдить ее высокопроизводительной техникой, обеспечить высокую производительность труда, вместо этого новая техника, в том числе и роботы, их мало, конечно, больше не роботы, к нам приходят, а гастарбайтеры, так вы можете заметить, все больше и больше, вместо этого, что делается, удлиняется рабочее время и сокращается количество рабочих. То есть вместо того, чтобы вместо нынешних трех смен по 8 часов сделать 4 смены по 6, а потом сделать, может быть, 6 по 4, вместо, раз у вас все уже делают роботы, то в чем проблема? То есть у нас, если все делают роботы, зачем смена-то такая длинная? Давайте сокращать смену. Нет. Сокращают работников. А смена увеличивает. Почему? Во-первых, сокращение работников увеличивает безработицу, а безработица – это резервная армия. Она нависает над рабочими и не дает им получить более высокую зарплату. Потому что если вы требуете более высокую зарплату, то за вами стоит вон 5 человек, готовых на ваше место прийти. А вы еще тут требования выдвигаете. Поэтому нет такой ни одной капиталистической страны, в которой бы не было резервной армии рабочих. И не надо представлять себе бургазию, так сказать, как дурную и неграмотную, которая не может посчитать, а сколько у нее работников и сколько рабочих мест. Если бы она хотела, она бы посчитала, что число работников должно быть столько, сколько рабочих мест. Или меньше даже. Тогда их будет не хватать. Она же очень строго считает, чтобы число работников было больше. И это ее самое мощное орудие для понижения цены рабочей силы. Что всегда за вами есть люди, которые готовы вас заменить за меньшую заработную плату по меньшей цене. То есть это вопрос, который разобран от капиталей. Маркс на этом специально останавливается. А резервная армия работников, которая как в мире висит на ногах у рабочего класса, не дает ему повысить цену своей рабочей силы, не дает ему повысить зарплату. Если у вас нет плана у хозяйства, так они это посчитали? Да это элементарно. Для того, чтобы считать, плана у хозяйства не надо. Надо иметь калькулятор. Посчитать – это не планировать. Если мы хотим это обязать делать, то надо давать государственные задания. И государственные задания мы тоже можем. А почему у вас нет плана, я вам скажу. У нас же 70% ВВП вырабатывается на государственных предприятиях. Значит, на эти государственные предприятия можно составить план. У нас единая монополия. 70% нашей экономики представляют собой единую монополию, на которой могут устанавливаться плановые задания. Не устанавливаются потому, что заморожен закон о государственном планировании, потому что у нас есть единая, единственная, наверное, в мире монополия, в которой нет плана. Это просто безобразие. Это противоречит задачам вообще монополистической экономики. Во всякой монополии нормальный есть план, потому что монополия – это единое хозяйство. Потому что план обеспечивает связь индивидуальных работ и обеспечивает движение всего производственного организма в целом, необходимое. А если нет этого государственного плана, так это изъян просто. Это безобразная работа руководства страны, которая не отвечает современному этапу монополистического капитализма. А разве вот в Корее не было шестипятилетних планов, южных, которые позволили ей выбраться на очень высокий уровень, в котором, в кастре, все считаются? Или нет планов в госсекторе Франции? Или нет планов в госсекторе Соединенных Штатов Америки? Дело в том, что когда имеется отсутствие плана, тогда в государственном секторе, я имею в виду, тогда, во-первых, между предприятиями дыр, из этих дыр можно в случае выделения каких-то государственных средств, можно легко их, поскольку плана нет, вы, так сказать, забрали себе в карман, и они нигде не фигурируют. А вот если у вас есть единый план, если вот здесь вы взяли, там не хватило, там взяли, тут не хватило, то есть когда есть единое планирование, это очень трудно из государственного кармана забирать деньги в частный карман. А в России сейчас это очень легко. Поэтому сейчас вы снова видите, опять национальные проекты. Что такое национальный проект? Опять нет единого государственного плана, на государственный сектор опять будут отдельные проекты, и с каждого из них можно выкачивать. А с сельским хозяйством было так, что деньги были выделены, а они не дошли до сельского хозяйства. Потому что там есть такая процедура, которую никак не могли реализовать. Более того, для того, чтобы у нас есть кроме государственного сектора, это общая собственность класса капиталистов, имеются еще отдельные индивидуальные капиталисты, им можно давать заказы в соответствии с планом. План у вас, но заказы – это не планы. Они не обязаны выполнять никакой план. Но заказы-то вы можете. Вы знаете таких капиталистов, которые отказываются от государственных заказов? Таких нет. То есть если у вас будет план на государственный сектор, и заказы на остальные, ваша экономика будет не плановая, а планомерно развиваться. Почему планомерно? Потому что центральная ее часть 70% будет по плану, а остальные будут связаны с этим планом. И будут участвовать в реализации тех задач, которые ставятся в план. Что тут невозможного? Только к сажетным заказам также не дабы осознаваться. А? То есть заказы обычно заказываются у знакомых. Лучше вы в тюрьму будете сажать не тех, которые наворвали миллиарды, а тех, которые не выполняют заказы, которые государственные. Если вы взяли деньги... Они не выполняют. Но, Гер, я просто занимаюсь муниципалитетами, и там, естественно, в каждом муниципалитете свои люди, которые, не знаю, организуют какие-нибудь праздники за, не знаю, там, выделяют 500 тысяч рублей. Правильно, правильно. Из-за того, что следует, что если это капитализм, если он основан на частной собственности, то для меня, если я частный собственник, приоритет что? Государственные задания, государственные заказы или мой собственный карман? Я думаю, вы ответите правильно, что собственный карман для меня приоритетный. Поэтому надо ожидать, что, так сказать, в случае выполнять опцию, придется отбирать тех людей, которые выполняют эти заказы, и отличать их от них тех, кто использует эти заказы для того, чтобы за счет государственной казны пополнить свою кубышку. То есть это проблема, которую вы совершенно правильно осветили. Поэтому и можно сказать, что на 70% будет планомерным, а остальное – это отчасти полномерным. Не плановое, а полномерное. Видите разницу? Плановое – это значит по плану, а планомерное – это значит план, ведущий роль. Игорь, ведущий роль он сохранит. Но надо считаться с тем, чтобы будут попытки использовать государственные заказы для того, чтобы обогатиться отдельным частным собственником. Вот в той работе, которую я вам демонстрировал, и которая висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии, есть обоснование этих данных. А именно, товарищи пишут, откуда они взяли это. Откуда они взяли эти данные. Что не взяли ли они эти данные, которые они включают в таблицу с потолка. Вот, например, как они обосновывают пункт оплаты или платы за приобретение квартиры. В данном пункте приведена стоимость типичной трехкомнатной квартиры в кредит на 25 лет, 5 миллионов 250 тысяч рублей цена. Из них 15% или 750 тысяч рублей первый взнос, 9500 рублей в месяц и 4 миллиона 500 тысяч в кредит по ипотеке, что составляет в расчете на месяц трудовой деятельности 54 тысячи рублей. В итоге 56 тысяч 500 рублей в месяц, только по квартирам 56 тысяч 500. Данные о стоимости квартиры взяты с сайта http www.bn.ru. Квартира 74 квадратных метра, просвет Кузнецова, ипотечный кредит взят в Сибербанке по 13% годовых. Расчетных процентов произведен отделом кредитования физических лиц. И вот так по каждому пункту, по этим всем основным пунктам, приводится на что они опирались, товарищи докеры. А поскольку они народ серьезный и образованный, они не с потолка их писали, а они везде искали что-то, откуда они брали, и почему именно такие данные они заложили. Вот, например, про покупку крупногабаритной техники. Не вообще, а каждое изделие имеет нормативных срок службы. В среднем это 10-15 лет. Поэтому за 25 лет необходимо приобрести каждую два раза. Холодильник «Аристон» 15 тысяч рублей плюс 18 тысяч рублей. 36 тысяч рублей. В скобках магазин «Техносила». Стиральная машина «Зануси» 16 тысяч рублей плюс 16 тысяч рублей. 32 тысячи рублей. Тоже магазин «Техносила». Телевизор «Самсунг». Диагональ 54 сантиметра. 12 тысяч рублей плюс 12 тысяч рублей. 24 тысячи рублей. Магазин «Техносила». Посудомоечная машина «Аристон». 2 по 15 тысяч рублей. 15 плюс 15. 30 тысяч рублей. Тоже магазин «Техносила». Плита электрическая газовая «Беко». 8 тысяч плюс 8 тысяч. 16 тысяч рублей. Магазин «Техносила». Итого 138 тысяч рублей за 20 лет составляет 460 рублей в месяц. То есть они указывали, откуда они взяли эти цены и какие они взяли расходы. В том числе, если вот они считали затраты на мужскую одежду, обувь, туфли, сколько стоит, курта, сколько стоит, сколько стоит затраты на женскую одежду, обувь, два раза в год, туфли, сапоги и так далее, юбки. То есть они считали достаточно педантично и тщательно. Значит, после вот этой работы, этой публикации, надо сказать, во многих, многие товарищи, представители разных регионов нашей страны и разных отраслей тоже делали такие расчеты. Они очень сильно отличаются, потому что отличаются уровни цен, особенно на жилье. Понятно, что в Москве еще дороже, в Петербурге дорого, а если вы возьмете там уже Нижний Новгород, там значительно дешевле, и в других городах еще дешевле. Поэтому нормальную заработную плату можно считать по разным городам и весям, и это должны делать работники, и они вот эти расчеты, когда эти расчеты сделаны, они их представляют на переговоры. То есть те приходят, сколько переговариваются, сколько занимает время администрация, как в данном случае. В данном случае администрация продлевала многократно эти сроки и готова была, пожалуйста, мы вам еще, давайте новых людей, пусть еще. Администрации, значит, как только закончатся переговоры, надо раскошеливаться, правильно? Ну, то есть повышаются, значит, затраты, которые должны сделать на реализацию коллективного договора. Поэтому они совершенно спокойно соглашаются с тем, что вот вы уже три месяца просидели здесь с оплатой по среднему, все, вот теперь вы будете сидеть, ну, ваша команда там семь, восемь человек или шесть, и сидите, и разговариваете, и регулярно встречаются, но не сильно долго. Это два часа в неделю примерно, значит, по очереди приглашают в кабинет, первый заместитель генерального директора, он ведет, ведут по очереди одно заседание, первый зам генерального директора ведет, другое заседание, там, скажем, тот человек, который возглавляет эту переговорную группу от работников. И так черномерно они беседуют, и все вопросы обсуждают, выступает юрист, выступает экономист, убедительно доказывает, что прямо надрывается, сейчас умрет уже организация, а вы, если вот это все сделать, то оно прямо рухнет, причем сегодня подпишем, завтра уже все, мы будем нищими, уйдем несчастными и так далее. То есть это так, интересные переговоры, но как и вот такого блокирования, в общем, нету. Хотя я знаю организации, где стараются вообще не идти никакие переговоры. Вот у того же самого Николая Павловича Французова, который был председателем правкома завода, хлебозавода Светрорецкого, начальник не соглашался, чтобы они сидели вот три месяца и получали деньги, и делали переговоры. Он как-то дело сворачивал всячески. Поэтому товарищи даже эту норму, что полагается на переговоры оплачивать, и приказ надо взять, они на этом этапе не выиграли, а раз не выиграли, то и дальше они во многом проигрывали. Поэтому тут вот, если есть у нас норма прямо в Трудовом кодексе, надо ей пользоваться. Так, ну вот наше время истекло. А если сворачивают? А? А если сворачивают? Как сворачивают? То есть сразу же, сразу же сворачивают. Так что сворачивают? А вот сворачиваете, у вас же готовы уже коллективные договоры. Мы сразу, вот первые приходите и говорите, не надо нам ее оплачивать, сейчас прямо подписываете, у нас проверка готов, и все закончится. Вы сами должны сворачивать. А они говорят, нет, нам нужно поговорить. А поговорить, пожалуйста, тогда давайте приказ о том, что вот мы до трех месяцев освобождены на время переговоров. На период, не на время переговоров, а то вас освободят на два часа в неделю. На период переговоров, как написано на Трудовом кодексе. Поэтому вот в том-то и дело, что вы должны подготовиться так, что вы приходите и говорите, ну, вот мы уже, во-первых, подготовили проект, во-вторых, мы прошли по всем бригадам и по всем отделам, все уже за это согласны. Поступают все. Конференцию вот соберем, и она вам предложит, что все за. Остались только вот вам подписать. Если вы подпишетесь, нечего и переговориться. То есть надо самим встать в положение сворачивающих. Тогда другая сторона постарается развернуть. Нет, давайте все-таки обсудим. И причем другая сторона может прийти со своим проектом коллективного договора. Мы тоже видели. У докеров уже было. Это высший пилотаж. То есть вы со своим, а не со своим. И тогда начинается битва по каждому разделу. Вот такое дело. Если разделы не совпадают? Если разделы не совпадают, то все равно придется и то, и другое обсуждать. Все равно и то, и другое надо обсуждать. И так вот они обсуждают. Но обсуждают за счет кого? В это время люди-то освобождены от работы. Вы будете получать по среднему, сидеть и заниматься своим самообучением. Это же вот вы говорили об учебе. Вот учеба профсоюзная. Когда вы идете на переговорах, вы ведете переговоры с работодателем. Это где учеба? Не такая, что я вам буду лекцию читать, а вы будете идти слушать. А вы будете мне доказывать одно, а я вам, представитель работодателя, буду доказывать другое. Вот она самая учеба. Поэтому начинаются учатся люди в бою. Если это коллективная борьба профсоюзная, так где вы хотите научиться? На бумаге или хотите в бою? Вот вы давайте, вступайте в переговоры и научитесь. Вот так. Как говорил Наполеон, надо сначала ввязаться в серьезную драку, а там видно будет. Но в серьезную драку. А просто так попусту в драку не надо ввязываться. Это вот есть люди драчливые, которые вечно задираются. Это совершенно не нужно. Наоборот, даже спокойные люди, но твердые, отстаивающие свои позиции. Хорошо, мы продолжим этот вопрос. Значит, вопрос о задачах коллективных действий, поскольку он затрагивает, так сказать, очень широко и на таком уровне российском, мы на этом остановимся достаточно обстоятельно. И он позволяет нам всю эту картину видеть, проблем, которые есть в России, с тех позиций, которые предъявляются, или с которых необходимо рассматривать в курсе политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Спасибо за внимание.